Всем привет! На связи с вами я, Екатерина Андреевна. Это Сочи, Краснодарский край. Будет у нас лирическое отступление, как всегда, в начале нашего видеоролика. Хочу вам напомнить о том, что вы к нам можете обратиться по вопросам покупки и приобретения недвижимости в городе Сочи по самым выгодным и низким ценам в этом городе, даже ниже цены застройщика. Также вы можете к нам обратиться по вопросам продажи собственной недвижимости, если ваша цена ниже рынка. В кратчайшие сроки и самым наилучшим образом продадим вашу недвижимость. Также вы к нам можете обратиться по вопросу строительства монолитных домов на сваях с любым, на ваше усмотрение, заполнением. По лучшим ценам в этом городе, ребят, по лучшим. И в самой приятной компании. Также, ребят, вы можете к нам обратиться по вопросам ремонта по лучшим ценам в этом городе и по вопросам доверительного управления вашей недвижимости в городе Сочи. Заключаем с вами договор, у вас прикреплен расчетный счет, мы переводим ваши денежки, а все остальное остается за нами. Реклама и продвижение, расселение, заселение, клининг и, соответственно, какой-то мелкий ремонт. Вот, сказала вроде бы все, а теперь давайте перейдем и приступим к просмотру нашего классного дома. Еще раз напоминаю о том, что в нашем обзоре сегодня дом 264 квадратных метра, 7 соток земли. И находимся мы, ребят, с вами в село Каштаны, собственно говоря, там, где мы проживаем. Я очень люблю наш район, потому что он считается одним из самых зеленых районов в городе Сочи. Вот, посмотрите, въездная группа у нас с вами, да. Как мы видим, что, соответственно, у нас здесь есть с вами газ, 15 кг свету, вода. Кстати, вода здесь просто потрясающая. Мы, когда заезжали, сдавали пробу воды, она здесь очень хорошая. На въезде у нас с вами здесь есть сразу клумба. Да, можем видеть с вами, что отделка у нас керамогранит, все очень аккуратно. Все коммуникации в доступе есть. Газончик высиен. Подсветочка. Я бы на самом деле сделала бы здесь бассейн. Бассейн, да, то есть самое главное, что здесь есть место, где разгуляться. Можно сделать зону барбекю, можно сделать зону отдыха, поставить детскую площадку, если вдруг у вас есть дети. Вот, все, что вашей душе угодно. Можно сделать мини-огородик. Так, сюда можно сделать бассейн, либо с этой стороны. Поднимаемся с вами, видим, что у нас идет подсветочка. Обратим внимание на дом, на потрясающие светоотражающие панорамные окна. Дом у нас отделан посередине, это натуральный мрамор и фальц-панели. Клик-фальц-панели. Металлическое ограждение на балконе. Так, здесь выделенная зона, соответственно, сейчас мы внутрь пройдем, там будет кухня, и, соответственно, вы можете выйти утром, поставить здесь стол, диванчик и завтракать с прекрасным видом на лужайку, либо, возможно, в будущем будет здесь бассейн. Мне, честно, очень нравится этот дом. То есть, прям, проходим дальше сбоку. У нас с вами здесь начинаются плодовые деревья, хурма. Это, по-моему, какой-то орех, если я не ошибаюсь. Ребята, если кто знает, поправьте, если я ошибаюсь. Соответственно, достаточное количество места, куда можно высадить мандарины. Они очень классно цветут белыми цветочками, и потом круглый год у вас мандарины. Обратите внимание на систему отлива, дренажа. Все очень аккуратно, все максимально грамотно сделано. То есть, видите, получается, здесь фасад весь чистенький, красивый. Нет никаких потеков. Есть подсветка на доме. Еще очень, кстати, классно, что здесь очень много выходов на преддомовую территорию. То есть, с каждой стороны, с каждой комнаты вы можете выйти, собственно говоря, на ваш участок. Пройдемся с вами дальше. Вот, видите, здесь тоже есть выход. Вот, вот, собственно, форма. Ребят, ну, это же не сказка. Представляете, можно просто подойти, сорвать и покушать. Классно. Освещение также есть, видите, на территории. Лос. Вот задняя сторона вашего будущего участка. Зеленая. Здесь вы тоже можете по своему усмотрению. Я бы, наверное, высадила здесь как раз-таки, так как здесь достаточно тенемая сторона. То есть, если спереди дома там все светло и солнышко до вечера, то здесь у вас тень. И здесь отлично расположились бы какие-то подовые деревья. Может быть, я не знаю, там клубника. Ну, в общем, то, что любит. Вот, видите, выведен, соответственно, электричество, если вдруг вам это понадобится, необходимо. Также на задний двор у вас есть выход. Балкон. Кстати, балкон смотрит на потрясающий панорамный вид на Кавказский хребет. Сейчас мы тоже с вами это увидим. И по соседству, кстати, идентичный дом, но уже предчасовой отделкой. Такой дом стоит 60 миллионов, а наш дом стоит 45 миллионов. Ребят, ну, поверьте мне, он того стоит. Вот, честно, слово. Так, ну что, вот наш вход в дом, собственно говоря. Заходим и сразу видим чистоту и прихожую. Достаточно просторную. Можно сделать здесь встроенный шкаф. Вот, еще раз напомню о том, что у нас с вами дом монолитный с керамзитно-блочным заполнением. Сейчас, когда мы будем подниматься с вами на второй этаж, вы увидите, какие серьезные здесь перекрытия. То есть дом максимально построен качественно, вот, с соблюдением всех норм. Из прихожей налево у нас здесь есть комната. Я так думаю, что здесь можно было бы сделать либо гардеробную, либо какое-то техническое помещение. Вот, возможно, кстати, наверное, даже, может быть, можно сделать, было сделать здесь санузел. Извиняюсь за повторение. Вот, с отдельным выходом, да, то есть вы всегда можете зайти с улицы, не проходя домой, допустим, попасть в санузел, как вариант. Вот, либо вот, опять же, да, ну, я так понимаю, что именно эта комната была. Хотя, наверное, я думаю, что это все-таки свободная планировка. Вот, и здесь, допустим, можно сделать техническое помещение, либо гардеробную, да. Вот, а здесь вот наоборот сделать техническое помещение такое небольшое, но, в принципе, особо большое не нужно. Дальше мы с вами проходим и попадаем в еще одну комнату, либо гостевая, либо, возможно, там это будет ваш кабинет, с отдельным выходом на территорию придомовую и с видом на хурму. Так, возвращаемся и попадаем просто в красивейшее пространство, ребята. Второй свет, честно, это моя слабость, я очень люблю дома со вторым светом. Посмотрите, как здесь светло, как здесь красиво, как здесь вот дышится, знаете, вот легко, невероятно. Классно. Соответственно, с этой стороны, ну, кухня-гостиная, да, здесь у вас, скорее всего, расположится кухня, столовая, здесь может быть гостиная. Опять же, смотрите, по своему усмотрению, здесь можно в целом и отделить кухню-гостиную, да, и будет у вас еще одна комната. Вот. Посмотрите на эти перекрытия. Ребята, я не знаю, метр очень-очень качественно, очень добротно. Далее мы с вами, ну, подлестничное пространство, которое тоже можно, на самом деле, грамотно использовать для хранения, да, сделать, соответственно, здесь такие выдвижные ящики, либо дверцы, и, соответственно, там можно хранить какие-то принадлежности. Давайте, попадаем с вами на широкую лестницу с невероятно классным остеклением. Вот такое мне очень нравится, да, когда вот есть такая небольшая площадка и такой проем в виде окна. Это смотрится очень классно. Приблизительно вам показали, как это будет смотреться с перилой. Ребята, просто посмотрите, это класс. Второй свет, мне очень нравится. Свежо, просторно, дышится легко. И, знаете, ощущаются вот эти вот такие габариты, если это можно так сказать. Попадаем с вами на второй этаж и сразу заходим с вами в комнату с правой стороны. Комнаты большие, просторные, с высокими очень потолками. И эта комната у нас с вами с выходом на террасу, собственно. Терраса очень большая, очень. Лежаки, качели, столик, кофейны, все, что хочется. Потрясающие виды на горы снежные. Очень красиво. Возможно, на ваш будущий бассейн, и вы осматриваете свои владения. Выходим из этой комнаты. Так, и попадаем в следующую комнату. Ребята, знаете, ощущение реально. Вчера мы снимали 300 квадратных метров, но он какой-то маленький, настолько дом был. А здесь 264 квадрата, но ощущение просто какого-то бесконечного дома с таким огромным пространством. Вот вторая комната с выходом на балкон. И также, ребят, с потрясающим видом на горы. То есть вид здесь со всех сторон. Это очень красиво. Потрясающе. Так. Заходим. И проходим. То есть у нас это вторая была комната. Далее у нас с вами идет большой санузел с окном. Проходим дальше. И здесь мы заходим, как бы мы понимаем, да, что вход один, и там несколько комнат. Соответственно, я предполагаю, что это мастер-комната с своей гардеробной. Это моя мечта иметь мастер-комнату, мастер-спальню. Огромный санузел, куда поместится и душевая, и ванна, и, соответственно, сам инсталляция. И третья большая, огромная комната. Спальня. Со своим выходом на балкон. Очень длинный балкон. Посмотрите, как классно сразу деревья. Посмотрите, какие они высокие. Это очень классно смотрится. И с потрясающим видом на горы. Ну, шикарно. Ребята, еще раз напоминаю, да, что это село Каштаны. 30 минут до аэропорта Адлера. 30 минут до морпорта Сочи. 10 минут до центра хосты. В центре хосты есть абсолютно все. Начиная от школ, садиков, больниц и любого досуга. Кафе, студии танцев, пилона, спорта. Ну, в общем, все, что вам захочется, там есть. Пляжи, детские игровые. Также, кстати, в село Каштаны есть, если это будет кому-то интересен, частный садик. Здесь есть конюшня. Здесь очень много различных домов отдыха, бань. Пейнтбол. Ребят, здесь есть все. Рядом с вами здесь находится магнит. Гипермаркет-магнит. Невероятный храм, поэтому локации классные. Но посмотрите просто, посмотрите, какая зелень, ребят. Ну, я не знаю, что еще может хотеться в своем доме. Это помимо того, что у вас есть своя территория благорожная, есть все коммуникации. Это, понимаете, это виды, это тишина, это пение птиц. Когда ты выходишь и видишь какую-то такую... Она вроде дикая природа, но при этом она не напрягает. Когда гуляют лошади там, ты видишь вот эту вот красоту в виде гор. Это круглый год, понимаете. Зимой они белоснежные, а летом они зеленые. Осенью они зелено-красно-оранжевые. Это потрясающе. Мне очень и очень нравится. Вот. Поэтому 264 квадратных метра, 7 соток земли, газ, свет, вода, 45 миллионов рублей. Ребят, это того стоит. Это максимально качественный дом, выполненный, да, монолитный, с классной отделкой. Все очень красивое, без каких-либо лишних потеков, каких-то лишних там... Понимаете, дом отстоялся. Вот он стоит, и он красивый. Со светоотражающими зеркалами панорамными. Очень круто. Вот. Поэтому, ребят, если вдруг вам понравился этот дом, и вы хотите его приобрести, то звоните. Номер телефона указан в левом нижнем углу. Вот. Если вдруг вы знаете тех, кто ищет дом, то обязательно, пожалуйста, делитесь контактом, делитесь каналом, подписывайтесь. Ставьте лайки, комментируйте. Я буду очень рада вашей поддержке. Она очень необходима. Это, на самом деле, непростой труд, когда ты вот ездишь, снимаешь, монтируешь, выкладываешь. И, конечно, очень важна обратная связь. Я буду вам очень признательна. Но если вы не хотите пропускать новые выпуски, обязательно нажимайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!